Расстановки наши. Природа. Мы поехали? Да. Финский залив. Ты это выключишь. Давай начнем с дестандарта. Все, давай заново. Море, солнце. Вода, природа. Привет. Привет. Ну нет, подождите, давайте как-нибудь по-другому. Почему? Давайте все, привет, привет. Мы все-таки встретились для того, чтобы что-то поделать, поговорить о чем-то важном. Саша, привет. Привет, Лена. Я рад тебя видеть. Да, я рада тебя видеть сегодня. В таком красивом месте, неожиданном. Когда Михаил Климчук, Бородач ТВ, пригласил нас и сказал, давайте где-нибудь в офисе соберемся. У меня почему-то сразу возникла мысль, не надо в офисе. Есть замечательное место, где командует Сергей Маслов. Это Wild Hunter на берегу Финского залива. Ребята, это такое замечательное место, где нестандартные постройки. Сфера стоит прямо на берегу Финского залива и где я чувствую себя очень душевно и хорошо. Здесь прям слышно, да, шум моря, волны, прям бьются на заливы. Это слышно и здорово. Какое-то такое умиротворенное состояние здесь. И поэтому тема нашего разговора сегодня, в этот период, когда всем сложно, мы знаем, что бушуют во всем мире какие-то непонятные события, мы хотим немножко принести позитива в наш разговор, в нашу жизнь и понять, как вот эту ситуацию мы можем с наилучшей стороны пройти этот путь, познать что-то новое и выйти из нее с новым багажом знаний, с душевными новыми переживаниями. И хочу у Лены задать первый вопрос. Она, кстати, является семейным психологом, которая не побоялась давно, сейчас у нее спросим, поменять свой образ жизни, потому что когда мы с ней познакомились, она была бизнесвумен, таким приспевающим бизнесменом. И вдруг какой-то момент, мы уже когда встретились, она является очень хорошим психологом, которого я очень сильно уважаю, еще плюс астрологом. Как тебе удалось именно такие перемены сделать, когда сейчас, наверное, многие люди задумываются над этим? Потому что многие в период эпидемии потеряли свой бизнес, которым надо что-то предпринимать, у которых не очень душевная равновесие в данный момент. Как я пришла к этому, к смене деятельности? Я долгое время работала на станции экономистом, все было стандартно. Это адамная станция у нас есть такая, в Сосновом Бару. Да, все стандартно, очевидно. И параллельно у меня был собственный бизнес, свадебный салон «Каролина». Мы достаточно успешно в Сосновом Бару были в этой деятельности. И в какой-то момент, спустя 5 лет этого бизнеса, я поняла, что, наверное, это не сверх то, что я хочу и чем хочу заниматься дальше. Вот здесь почувствовала? Да, это какое-то внутреннее состояние, что я хочу что-то большее. Конечно, свадебный салон из-за сферы, в которой красота, любовь, когда пары влюбляются, и они с таким трепетом готовятся к этому дню. И быть свидетелями этого счастья, конечно, очень здорово и трогательно. И, наверное, послужила, конечно, этому переходу моя беременность. Я ушла в декрет и поняла, что вот так я больше не хочу. То есть вот так действовать, как раньше, пришло этому время завершить. Ты легко рассталась с бизнесом? Я продала бизнес. А, продала его. Я продала бизнес. Достаточно легко, это был момент здесь и сейчас, быстро, за два дня я приняла решение. И с такой легкой, наверное, душой отпустила. И ушла в то, что очень давно хотела. Это психология, это психотерапия. И, конечно же, звезды меня всегда впечатляли. Это с детства дома стояли книги по астрологии. И, видимо, вот это детство очень сильно напомнило. И я ушла обучаться в астрологию и получать второе высшее образование по психотерапии. Здорово. Лен, а вот сейчас, наверное, всех волнуют вопросы, это именно по твоей специальности. Что же случилось вообще сейчас? Все задают вопросы. Что происходит в этом мире? Никто ничего не понимает, куда двигаться. Что случилось в планетарном изменении нашей Вселенной? Или что происходит вообще с нашей планетой? Если глубоко идти в эту тему, в эту историю, конечно же, астрология очень четко и точно показывает те изменения, в которых мы сейчас оказались. И есть такие главные планеты, которые влияют на нашу жизнь и дают невероятные перемены и изменения, от которых мы не можем уклониться. Лен, подожди, вот прямо ты смотришь, как эти планеты стоят, и вдруг ты четко знала, что в этот период начнется коронавирус. Ты вот так прямо, вот прямо вот ты четко знала все? Нет, смотри, конечно, по поводу коронавируса, это такая отдельная история. Мы не знали, как это будет называться, мы не знали, как это вообще выглядит, и что это будет именно вот в таком состоянии, как здесь и сейчас. Но те планеты, которые поменяли свои знаки, они меняют свои знаки и сейчас находятся в том положении, которые были 30 лет назад. То есть это глобальные вехи, глобальные сдвиги, планетарные сдвиги, когда планета поменяла свой, как бы, да, на 30 градусов она повернулась. И, конечно же, эти изменения с Земли не могут коснуться и нашей жизни. 92-й год, распад России, распад СССР. В 90-е годы мы помним эти события. Интересная закономерность. И если еще назад 30 лет, там вы пошли в Великие Отечественные войны, еще 30 лет, да, там были определенные важные события, изменения, в которых мы оказывались. И это закономерно, это новая эра, в которой мы существуем и должны как-то научиться быть в этих изменениях и найти себя в этом, во всем. Не уйти в состояние кризиса, стресса, а какими-то своими силами, пониманиями. Наверное, здесь больше я, наверное, приглашу вас поразмышлять как-то, да, философски на эту тему, потому что это тоже все не просто так. Эти изменения, в которых мы проживаем, они для чего-то нам нужны. И наверняка этот смысл жизни, который поменялся в одночасти, да, в каждой семье, для чего это нужен? Как ты думаешь? Я просто, я сам являюсь бизнесменом, это очень сильно сказалось на моем бизнесе, очень сильно. И я просто наблюдаю вокруг и вижу, происходят такие мощные трансформации. Люди, единственный источник доходов, они потеряли, они не знают, что делать, не плачут там. И это все резко произошло уже. Сейчас, допустим, по автомобильной тематике, сейчас вот прогнозы такие, что продажи машин упадут в два раза, допустим. Некоторые отрасли объявят дефолт, нефть продается уже ниже ее себестоимости. Это происходит то, что, это сейчас на данный момент, мы еще последствия не прочувствовали. Сегодня, какого у нас, 22 апреля сегодня? Да, сегодня 20 апреля. Сегодня девушка Ленин родился. Да, и это, я просто вижу, как люди сейчас реагируют. Это очень сломленное душевное состояние, еще всех загнали по домам, они сидят вот в этих... Коробочках. В коробочках. Что происходит вообще? Это не такой переход, как бы планетарный, мягкий какой-то должен быть. Он резкий, да? Человек должен... Это какой-то заговор общий, либо это действительно природные изменения? Сложно вопрос? Насчет... Нет, он интересный, очень глубокий. По поводу вселенского заговора, наверное, есть доля правды в этом во всем. Наверняка кому-то это нужно, да, не хочется размышлять на эту тему. Наверное, хочется поговорить о том, что как быть в этих условиях. Да, мы действительно резко оказались в этих изменениях. У нас же позитивное интервью, позитивное. Да, мы все-таки черпаем ресурс, мы черпаем какое-то настроение. И находясь на берегу прекрасного моря, ресурсы высвобождаются, да, силы как-то приходят, настроение поднимается. И действительно, ты прав, что мы оказались в экстренных, резких, неожиданных изменениях. И сейчас мы находимся в домах, да, в такой замкнутой коробочке, в которой мы отвыкли быть. Но это нас не касается. Мы забыли. Сейчас мы сидим в гармоничной сфере. Да, да. Нам сейчас на данный момент времени, конечно, здорово. Но мы вернемся домой, мы вернемся, да, в свою реальную жизнь. И игнорировать реальную жизнь очень неправильно. Потому что это будет рождать определенные эмоции, с которыми нам нужно будет дополнительно справляться, реагировать их. Иначе те конфликты, которые возникают сейчас в семьях, они будут очень сильно активированы. То есть напряжение между супругами и домочадками растет, потому что мы оказались в непривычных условиях 24 часа на 7. Почему так ресницами громко хлопаешь? Почему не говори об этом, да? Так, подожди, это положительный момент, что мы, что мы хотели, я мало провожу с семьей, я работаю, вот получай, ты сидишь полностью с семьей. И мы как заново друг друга узнаем. Мы жену не видели в таком ракурсе вообще. Детей, оказывается, как они выросли. И мы понимаем, что онлайн образование, давай вместе поучимся. И мы понимаем, что оно с треском провалилось. Онлайн образование, допустим, я вот что, вижу, что это не обучение. Мне сейчас пришла такая идея, мы сейчас оказались все в семьях. В семьях. Раньше вся семья была как-то причастна к какому-то семейному, не знаю, сельскохозяйственному производству. Они всей семьей доили коров, всей семьей, все дети были причастны. И здесь есть позитивное. Мы оказались в своей семье заново. Мы были настолько далеки друг от друга, настолько далеки от своих детей, что мы порой проживали года, не успевая отследить и засвидетельствовать те прекрасные моменты, в которых мы оказались сейчас. То есть в этом есть позитив. Но у кого-то позитив, у кого-то очень много разводов, допустим, по Китаю. Сейчас говорили об этом. У нас что-то первая ласточка. Наверное, для меня, если смотреть с точки зрения психологии, да, и, конечно же, разбирать эту тему, сейчас будут распадаться те семьи, которые неустойчивые по каким-то причинам. Они уже должны были завершить эти отношения, но удерживались из-за каких-то обязательств. И будут образовываться те семьи, в которых по-настоящему будет любовь. И мне нравится этот период сейчас, потому что любовь все-таки будет в приоритете. Рулить миром. Она приходит обратно в наш мир. Она приходит как большая фигура, психология, фигура любви и отношений. И как будто бы мы ее отодвинули, сказали, подожди, мы пока вот здесь у нас бизнес, у нас большие важные процессы. И она как будто бы ждет за дверью, когда мы ее пригласим. А сейчас пришло время. Осталось только впустить ее в себя. А сейчас она пришла. Сейчас, мне кажется, ресурс любовь и какие-то взаимные отношения друг с другом, они будут помогать выдерживать ту реальность, в которой мы оказались. Да, я понимаю твои слова. Это здорово. Только надо научиться все опускать ее и отдавать больше. Я заметил еще, что люди даже в бизнесах стали ближе друг к другу. Вот для примера, там арендодатель есть и арендатор. И сейчас они в одной лодке находятся у арендатора. Допустим, кредиты какие-то. Ему надо выплачивать, а арендатору нечего платить, потому что бизнес закрыт. Вот они там договариваются на полсуммы, на какой-то. И все понимают друг друга. Уже раньше бизнес такой был. Ты мне должен, все, ничего не знаю, и суд. Сейчас начинают разговаривать. Человеческие какие-то, да? Да, это здорово. Я не знаю, как это в больших городах. Сейчас в больших городах так же. Так же, да. Думаю, потому что все понимают, что вообще на планете Земля, в одной лодке мы находимся. Ковчег. Мы в общем ковчеге, который куда-то нас несет. То есть сейчас эра, которая нас перенесет во что-то другое. Таш, у меня вопрос. Ты был практически на другой точке мира, другой планеты, Антарктида. А, в Антарктиде, да. Вот я вернулся. Ты был в момент начала этого всего изменения, ты был свидетелем. Как там, на той точке? Ну, я бы как-то свои переживания могу. Я был действительно в Антарктиде. Я был через Аргентину. Мы в Буэнос-Айрес прилетели. И был с ребятами из Макаровского училища. И мне боженька, наверное, или мои цели, которые я поставил лет 10 назад, они меня привели к той поездке, где я появился. Потому что вы сами представляете, что попасть в Антарктиду, ну, если так думать, что ну, нереально просто. Я думаю, когда я вырасту, накоплю кучу денег, потому что это безумно стоит. А здесь мне позвонили, сказали, что есть место. И это будет совершенно бесплатно. На яхте ты можешь с огненной земли попасть в Антарктиду. Но для меня это была какая-то мечта уже самая последняя. А огненная земля это наша земля, считается? Огненная земля это аргентинская земля. Это самая южная, я был в самом южном городе планеты. И пустая она совершенно. И очень красивая. Какие там были эмоции у себя? Ты столкнулся, ты рассказывал. Ну да, во-первых, мы выполнили цель то, что мы установили памятник Беленгаузену и Лазареву, первого открывателя. Мы доказали все-таки, что русские открыли Антарктиду. Потому что сейчас история вся стирается. Там в Америке, в Англии, в России они скажут, что англичане открыли. И мы договорились уже через год будет стоять в Ушуае, это самый южный город земли аргентинский. Мы эти памятники установим. Но самое интересное было то, что мы на яхте, которая была сделана в городе Красноярске, в том городе, где я родился. Которая дошла через Енисеи по Северному-Ледовитому пути, Санкт-Петербург, где она там год ремонтировалась. И потом дошла через Европу, Тенарифи, до Эквадора, спустилась по Бразилии и Аргентину. И мы там встретились с капитаном нашим. И вот на этой яхте постройки СССР, не побоюсь этого слова, которая была только в пресных водах, она оказалась вот прямо вот в этом океане. И мы пересекли пролив Дрейк. Ух ты! Да, это из пролива Бигель. Это вот между островами. И мы вышли в самое тяжелое мореплавание в мире. Мне постоянно штормит. Ну, для примера, просто скажу, что это волна с пятиэтажный дом. Это вот когда вот так вот тебя качает, когда ты находишься в какой-то невесомости, когда у тебя отказали все приборы, чтобы понять. Ты на один на один. Да. Остался за твоей жизни. Да. Представляете, прибор АИС, это определение твоего судна в пространстве. Там он отказал, потом отказал навигатор. У нас не было ничего, у нас были одни карты. Благо, что я шел с ребятами, у которых были военные карты, там с глубинами. И остался этот компас. Как у Блингалзина, наверное, так же. Один компас и все. И при том, тоже подсветка сломалась. Мы на лобный фонарик мы смотрели и все. Вот только у нас было направление на Антаркиду. И вот так мы шли. И в какой-то момент, когда уже шторм был порядка 6-7 баллов, там уже сложно сказать, нас начала зачерпывать вода в кубрик. И когда уже стало чуть не по колено, уже внизу, капитан вышел и сказал, а я вегетариалинс еще, это, говорит, надо нам выпить рома, наверное. Я говорю, давай. Я-то уже все понимал, что 50-50 было уже ситуацию. Он даже вытащил сигары какие-то свои кубинские. Он рассказал о своей жизни, я рассказал. Это вот как перед, наверное, боевой атакой, штыковой. Ребята, когда шли, когда в войну, там. И вот такие ощущения, я помню, наверное, каждое слово людей. Потому что мы все понимали, что нам оставалось. И вдруг выходит вторая смена, должна нас сменить. Мы там по 4 часа дежурили. И все это спадает, все это спадает, ребята выходит. Как смена прошла? А я не рассказать, ничего. Когда помпа уже не справляется, а я говорю, а сколько, когда затонет там? Ну, одна треть примерно должна быть кубрика, и ко дну пойдет. У нас где-то было 1,5, может быть. Чтобы вы понимали. И никто и не понимал, какая дальше погода будет. Потому что ни одна, ни один прогноз не работает в этом проливе. И мы с горн обогнули, и все-таки дошли до Антарктиды, до станции Берингаузен. Что для тебя было ценное в этой поездке? Что ты взял с этой поездки? Выдели что-то самое важное для себя? Самая важная вещь, что я достиг своей цели. Я побывал в Антарктиде. Что ты эта цель сделала с тобой? Со мной что сделала она? То, что я понял, что в этом мире, когда ставишь цель, и ты ее можешь достичь, она была такая далекая, такая далекая, что ты даже не представляешь, что это может случиться. И вдруг тебе какие-то обстоятельства, боги, может быть, стечения обстоятельств. То есть люди, сам мир тебе помог, и он тебя туда доставил. Это работает. Не знаю, там трансферфинг к реальности. Визуализация, желание. Да, это все работает. Не надо даже учитывать какие-то материальные ресурсы. Потому что мы сразу все блоки какие-то ставим, и все. А здесь все так получилось, и совершенно недорого. По этим понятиям. Второе, то, что я испытал, был близко, наверное, к тому пограничному состоянию, когда ты понимаешь, что ты там, на том свете, или жизнь. Да, и отношения между людьми, как себя люди ведут в этой ситуации. Для меня это был очень сильный такой эксперимент, что все по-разному, конечно. И там независимость ни от чинов, ни от морального состояния. Все равны перед этим, да. Все понимали. Ну и вообще путешествия, то, что я новые страны увидел, новых людей. Там живут замечательные люди, в свое время эмигрирующие. Кстати, в 92-м году в основном люди в это время, когда распад был, люди в этом состоянии уезжали именно в Аргентину, там давали гражданство. Они сейчас там живут, и они такие, они сохранили вот эту нашу сырскую, такую доброту какую-то. Они пытаются помочь, у них нету последней цели, с тебя забрать какие-то денежки или еще чего-то. Нет, это не мертвые. Они помогают все искренне, потому что для них это радость. Мы пришли, они нам помогли. Это русский дом на краю света есть, там вот такой. И там буквально 5-6 семей живут, очень хорошо они интегрировались в местную жизнь. И там свою деятельность ведут, так что будете в Ушуае, обращайтесь, отдам все эти телефончики. Любая кругосветка проходит мимо Ушуае, как бы там очень здорово. Они притом дома в русском стиле все построены, ходят там в этих в одеждах русских. Как у себя дома. Самое интересное, что украинцы, русские, белорусы, они все разных национальностей, они все любят друг друга, они уважают друг друга и понимают, что славянский корень он один. И вот они смотрят, взбирают на это и плачут просто, что происходит. Вот сейчас, допустим, с Украиной, благо я сейчас не слышу уже месяц про Украину ничего. Так это хорошо. У меня друзей очень много там, и все они тоже понимают, все люди как адекватные, все родные. И все равно это пройдет время, мы будем вспоминать очень печально, конечно, что это произошло, этот раскол. Ну ладно, мы уже позитили. Ну может быть, да, может быть этот раскол и объединит всех тех расколов. Объединит то, что больше потом не надо этого делать, просто. Что какие-то внешние силы заставили нас это сделать, и мы придем все равно к тому, что мы из одного племени. Я думаю, что все-таки наверняка все, что сейчас происходит, есть этому автор. Да, и какие-то цели, они все-таки имеют место быть. Да, но здесь еще есть, наверное, такие моменты, когда в этот план вмешались внешние силы, и как будто бы этот план стал не сильно управляем, да, и не сильно ожидаем. Они как будто бы не предполагали, что все так развернется. Конечно, я тоже думаю. Я думаю, что мы сейчас все оказались в равных практически условиях, мы, конечно, много чего не знаем, и нам такую реальность преподносят, что вот так, да, на самом деле это может быть далеко и не так. Я согласен с тобой. Но все равно я верю, что один режиссер есть какой-то определенный, и это идет по плану. Но меня просто удивило то, что это весь мир. Весь мир. Весь мир. Такого никогда в истории планеты не было. Глобализация, она уже закончилась, как бы. И сейчас что в Германии, что в России, что в Индии. В Индии мне присылают записи, люди сидят по домам. А в Индии вообще очень все строго. Там по-другому, у них нет кондиционеров, у них есть жара, и они сидят в этих, там еще коробочке, еще уже. У нас хоть здесь есть какая-то другая природа. Ну, вот сейчас в Германии мне сегодня позвонили, сказали, что там у них открываются все магазинчики, кафешки уже. Открываются, да? Да, да, да. То есть уже с Европы уже хорошие новости идут. Поэтому я думаю, что у нас тоже это все должно быть быстро, потому что уже все, уже настал край. Но мы на три недели запаздываем всегда с других стран. То есть мы, наверное, где-то к концу мая все-таки начнем чувствовать жизнь более активно, да? Да, конечно. Саша, скажи еще такой момент. Сейчас, конечно, питание очень важную роль играет в нашей жизни. Это вообще, это важнейшая часть. И я знаю, что ты вегетарианец, и ты отказался от мяса. Поделись, как это было, и что тебе помогает сейчас, вот в этой обстановке. Есть ли силы от того, в какой ты пища, в какой ты пищу принимаешь? Может быть, это дает тебе наоборот ресурс? Вот такая долго развернутая тема. Ну, давай так. Давайте. Ну, я пришел к этому просто. Я пил, курил, кушал мясо. Я очень любил шашлыки. Ну, шесть лет назад просто я пришел с тазобедренным суставом. У меня просто стерся. Мне говорят, делать операцию. Я говорю, ребята, мне 45 лет. Это должно быть 80 лет. Ну, вот так бывает. Я поехал. Я же не могу перемириться. Поехал к лучшим докторам. Это в Москве, в Питере. Говорит, мы не знаем из-за чего. Давай, у нас суставы классные есть. Мы тебя вставим. Я поехал. Думаю, ладно, это русские, так думают, наверное. Поехал в Германию. Ну, мне сказали то же самое. Ты, наверное, парашютист. Я говорю, ну, прыгал, 10 прыжков у меня есть. О, у всех парашютистов сустав выбивает. Нормально, все. Давай, вот мы сейчас вставим. Давай 2 миллиона, там, не знаю, там, какие суммы. Давай 1000 евро, блин, за консультацию. Я говорю, понял. Поехал еще куда-то. В Бенедорм, там, по-моему, съездил тоже. Ты аквалангиста. Я говорю, ну, да. У тебя погружения были ниже 50 метров. Я говорю, были. Это из-за этого. Крепочечки. И ты все-таки медицины. Я поехал на Алтай. Поехал на Белуху. Поехал к тем местам. Где встретился с очень интересным. Да, и мне там просто, вот я помню, не знаю, конечно, искала там Шаманов, там эти громкие названия. Они среди нас есть. И там человек просто, он травник сам по себе. Притом тоже он в 50 лет уехал в Санкт-Петербург, в Русском музее работал. Он взял на меня, посмотрел, покажи язык, пульс почувствовал. Говорит, мальчик, тебе мясо тебя губит. И молочка. Если ты откажешься, у тебя все нормализуется. И после этого я, мне что-то щелкнуло просто. Уже потом стало, информация тут же приходит, там Юрий Роский там посмотрел. Много сейчас каналов каких-то интересных. И я понял одно, зачем убивать, убивать ради своего пропитания, чтобы насытить себя тем, что тебе не нужно и вредит, и который тебе приносит одни несчастья и болезни. Я переменил просто вот здесь где-то. Это происходит. Перещалкнуло. Да. И чтобы проще было воспринимать, почему люди бросают есть мясо и молочку, из-за того, что молочку вообще никто в этом мире, ни одно животное не ест на планете Земля, когда подходят и отбирают просто молоко матери и пьют. Это такое делает человек. Чтобы еще интереснее было, там 10% гноя находится в том молоке, которое вы пьете просто что. И отказывайтесь от него. Это все молочные продукты, это прокальций, бред полный вообще. Он вымывает кальций. Вот у меня кальций из суставов вымывался только из-за молока. Мясо это убийство происходит. Любое животное оно выбрасывает, позитивно, конечно. Саш, подожди. Выбрасывает, ну вообще нельзя убивать ради своего пропитания. Потом я перешел на вегетарианское питание уже. И два года уже по 3-4 месяца пробую сыроедение. Изучил дикорастущие травы. Благо у меня учителя, учителя хорошие, которые меня привели к этому моменту. И просто перестройка происходит. Твои биофлоры, которые у тебя есть. Мы просто, чем мы кормим твой организм, то он потом не требует. Очень все просто. Если вы хотите от мяса отказаться, там буквально месяц-два вы давайте другую пищу. Насчет микроэлементов, и это не беспокойтесь. Это совершенно, это самая большая ложь, которая нам навязана средствами массовой информации, умными учеными, которые работают на корпорации, которые... И нам просто забили с детства. Вы сами подумайте, что ребенку, когда ты даешь кусок мяса, будет ли он его есть? Нет, никогда не будет. Пока мама возьмет его красиво там что-нибудь сделает, посыпет там, и обманывает. Съешь, раз, он отворачивается, бросает, и потом, и во второй раз, третий, потом хоп, она входит уже, это бактерия. Запомнила определенные гормоны. И она хочет его. Ты не будешь есть мясо, ты станешь хилый, ерунда. Кучу вегетарианцев, есть бодибилдеров, которые там без мяса все это делают. Долго тем не хочу, но не останавливаться, я просто призываю, потому что чем больше будет вегетарианцев на планете и сыроедов, тем у нас будет целее планета, мы ее сохраним. Потому что все вырубки лесов, все, что сейчас, я много где был, я видел, что происходит с растительностью на земле, это для того, чтобы посадить культуру, чтобы кормить им скот просто. Вот это происходит сейчас. Если мы, хотя бы сейчас, это где-то в Питере, это 5% в России, 4%, в Польше уже 10% вегетарианцев. Очень сильно идет массовое людей осознание какое-то, вот, наверное, планетарного масштаба. Я очень рад этому. Движение. Да, я сам, я топлю за эту тему, я горю ею, так что вступайте в ряды. Хотите звонить, я любую консультацию дам, что я знаю, что я выучил, как бы. Ну, я считаю, что я достаточно много изучила этой темы. Я почему тебя спросила про это? Потому что, действительно, питание в нынешней среде очень важно. И хочу, наверное, как-то успокоить людей, потому что сейчас мы много едим, мы что-то постоянно пережевываем. Конечно. Мы заедаем, стрессы свои заедаем. Мы, правда, для того, чтобы переварить ту ситуацию, которую мы есть, нам нужна пища, это топливо. Я имею в виду, можно жевать яблоко, жевать морковку, жевать огурец. И это помогает переварить тот стресс и напряжение, в котором мы есть. Ну, фу, кто вообще? Не бойтесь, да, я хочу сказать, не бойтесь, не бойтесь жевать, потому что это помогает справиться с тем стрессом, с которым мы находимся. Это определенный ресурс. Конечно. Я как один из. Хочется, наверное, что-то такое полезное еще нашим тележурителям. Но самое-то интересное, при голодании, наоборот, высвобождается больше энергии. Но это другая тема уже, совершенно уже. Если при голодании, да, человек готов к этому, а если человек заполняет себя разными чувствами, сейчас мы оказались в такой неожиданной ситуации, поднимаются чувства злости, агрессии, тоски, одиночества. От пищи, от мяса, очень много агрессии от мяса идет, очень много. И для того, чтобы прожить эти эмоции, нам нужны определенные источники и ресурсы. И питание, это одно из них, это самый базовый ресурс, пища, сон и воздух, это самые базовые ресурсы, которые помогают человеку преодолевать. Ну, это все понимают, наверное. Да. А вот еще, Лен, хотел спросить. Не все. Не все. Когда говоришь людям рецепт, они очень удивляются, потому что все хотят сложных рецептов и думают, что выход из ситуации очень сложен. На самом деле, он очень простой. Все в простых вещах. Да. К сожалению. Или к радости. Я по питанию просто скажу, что самое ценное, это, вот мы долго спорили, у меня друзья есть, врачи, с Бурдентьюки, это Алексей, допустим, он говорит, мы же хищники, у нас там есть эти. Да, хищники. Ну, ты говорю, возьми кролика, возьми съешь его, и ты хищник, там, загрызи его, и съешь его тут же. Да нет, тебе нужно уже его разделать, обмануть себя, как-то поджарить, там, только после этого ты будешь есть его. Ты даже ребенка поставь, вот, волчонка и ребенка, человек, чайловичонка, он, и дай ему мясо и яблоко, он подойдет, он, яблоко будет есть. Да, облако будет есть. И мы все-таки, вот для меня, мы растительноядные, вот плоды мы готовы срывать там, и там все есть, все необходимые вещества для жизнедеятельности и гармоничной, и радостной жизни. А я хотел сказать, почему я вел-то это все, что вот мы растительноядные, и там, а, то, что, вот, хотел, что, исполнен, извини, то, что готовить пищу не надо. Вот, меня приучили, что самое полезное, простое, правильно, если есть яблоко, оно самое ценное, есть его надо цельная. И прямо, и самое ценное, это огрызок, самое интересное, что есть эти семечки, вот его надо съесть, вот этот хвостик может надо есть, есть помидор, так, все остальное, когда приготавливается, самые сложные, это кулинары, это повара, которые портят пищу просто, они, это, как бы, неприскорбно звучало, и, может, из контекста, как бы, нормального сознания выходит, но, если морковка, она, вот, она должна быть такой. Естественно, природная. Да, и природная, и чем ты меньше, мы ее обрабатываем, тем больше нам достается нашему организму, вот, это простота, как бы, это простая простота, там, в простоте вся, вся суть, практически, и мы возвращаемся, да, к нашей природе, возвращаемся к нашим истокам, в связи с этим совсем, конечно, вот природа, это же слово, при роде, у нас очень русский язык, он такой богатый. Мы при родах, сейчас есть такое психологии понятие, что мы свидетели рождения новой планеты, и природа, да, мы в природе, как будто бы, правда, видим эти изменения, в которых мы оказались, и это даже как-то радостно, с одной стороны. Да, вот такие, вот, тоже, вот, допустим, про вилочковую железу, когда был в Антарктиде, биолог, вот, там рассказывал, что, посмотри на ластоногих, а там их тысячу штук, вот, вот, морские львы лежат, вот, такие, какие-то увольни, тюлени, там, я не знаю, их там название, там много, и все дружно, так они, там же минус 50, минус 60, может быть, и он ничем не болеет, тюлень вообще ничем никогда не болеет. Я говорю, а почему, как он такой неукружий, вроде там, это, мы их так гладили, потом сказали, вообще, что ли, он грыбу ловит, и он говорит, у них есть вилочковая железа, там 3 килограмма у него находится, и, может быть, чтобы слом сознания был, что мамы сами программируют ребенку на будущую жизнь какие-то болезни, вот, сейчас объясню, не ругайте меня только, потому что, да, подтвердите, да, что, вот, когда мы руку говорим, я тебе клянусь, мы на вилочковую железу кладем, руку, вот так вот, она у нас сейчас немножко уже атрофирована у взрослых людей, но у маленьких, она достаточно большая по отношению к другим органам, и этот тест, тот, который, который должен ребенок попробовать, и потом не заболеть уже, если мы вот этот домный коронавирус бы схватили бы, допустим, в два месяца, что-то лизнули бы там, то мы бы сейчас и не болели бы, даже и не знали, что такое, и кучу миллиона болезней, которых мы даже и не знаем, которые мы тестируем и даем себе программу на продолжение рода и на продолжение жизни, вот, заметьте, вся аристократия, там, допустим, что я читал, она вся больная, у них там эти болезни, там, миллион, они хвастались, там, сильнее болеет, там, или, потому что с детства ребенок был стерильный, его не допускали ни к чему, он себя в рот ничего не брал, и мы говорим, не бери это в рот, там, и у ребенок уже боится, что-то там сделать, и у него нет этого запоминания, а потом, не знаю, во сколько, в 6 лет, это закрывается программа, как бы, и он продолжает, и начинает там 40 лет болеть, болеть, такую болезнью, какой-то странный, там, другой, цыган, цыган никак в жизни не заболеет, там, я не призываю, чтобы ребенка в грязь кидать, там, чтобы он все пробовал, но опыт, вот этот, у молодых мам должен произойти, обязательно, химия, я понимаю, сейчас химия, да, чтобы там не, ферри, там, не лизал, там, это, потому что, ну, на природе, где-то в лес вы вышли, пусть он делает, что хочет, там, и это факты, они говорят сами за себя, это мы не в тему, может быть, ну, почему, это все важно, все в контексте, друзья, мы просто видим, что вот идет, как бы, к нам, потому что здесь все очень хорошо, потоки идут, здесь все открыто, да, и, наверное, важно поговорить о каких-то способах самопомощи, как вообще человеку сейчас справляться, да, ну, разные люди есть, некоторые, наоборот, хорошо, я считаю, люди много приспособились, и для них это, наоборот, рост, вот, резки, они нашли себя, это люди интернет-профессии, там, наверное, программисты, там, кто там, особенно, игры, игры, там, кто там разрабатывает, они сейчас, там, у них такие, сейчас с прибыли идут, сейчас, конечно, онлайн-бизнес, он будет процветать, все обучающие курсы будут, безусловно, процветать, но не об этом? Нет, интересно, интересно, почему, это же, ты даешь путь человеку к реализации, куда двигаться, куда смотреть, я скажу, сейчас, даже, вот, правительство было заседание, вот, они ввели, какой-то, там, закон, я не читал еще, а цифрализация, еще, как, конце медведев, он ввел, там, в пятнадцатом году, что ли, надо прочитать его, потому что это все уже программируется, давно, это все давно началось, и, ну, сейчас понадобится порядка 150 новых профессий, которые нигде не обучают, и резко нужны будут специалисты, везде, по всему миру, там, уже какие ты можешь назвать такие, новые специальности, которые... Новые специальности? Да. Я не знаю, мне кажется, что мы будем возвращаться к каким-то таким истокам, мы будем что-то производить, мне кажется, мы начнем что-то создавать заново, мы начнем разрабатывать разные научные проекты, мне кажется, будет медицина сейчас очень хорошо вставать, так скажем, в свой рынок, будут производиться разные... Именно народная медицина сольется уже с форма цифрии, да? Я думаю, что да, это сейчас будет так хорошо в акценте, и, конечно же, хочется сказать всем людям, будьте гибкими и ищите способы, где вы сможете себя реализовать, ищите новые возможности, новые направления, обучайтесь тому, чему не обучались никогда, и, возможно, это будет придавать силы. А вот скажи мне, вот обучайся, да, а вдруг это не твое? Вот я вот сейчас в интернете, я пытаюсь там пройти что-то, но я гляжу, мне не цепляет это все. Самый главный индикатор, когда приходит человек на консультацию, он говорит, я хочу чем-то заняться, я как будто бы что-то ищу и не знаю, что у меня пойдет. А, ты сама не знаешь? Нет, человек не знает, что у меня пойдет. А ты знаешь, как будешь себя вести с ним? Конечно, конечно, нас это мучат в институте, дают инструменты, и первое, самое простое, я говорю, а что ты любил делать в детстве? О чем ты мечтал в детстве? Что ты делал больше всего в детстве? И именно это является первым талантом, с чего человек может начать. Например, я учила, я учила кукол, обучала, я сейчас преподаю, казалось бы, я любила астрологию, я любила какие-то тайные знания, и я тоже сейчас в этом, вернитесь в детство, вспомните, что я лучше всего делал в детстве, и возможно, это можно сейчас сделать своим делом, и самое главное, дело это то, которое вас радует, только такое дело будет процветать, приносить прибыль, доход, успешность, именно в этом направлении вы сможете найти себя, не в каком-то другом. Ну все-таки это общие слова, как бы я понимаю, понимаешь, сейчас у людей, вот как конкретно, мы сказали, что резкий переход произошел, мы можем сейчас, без работы, нет источников доходов, и говорит, вот себя вспомнить, там, ну как, ну вспомнил, да, любил самолетики, ну что, побежит строить их, что ли там, самолетики? А почему нет, может быть, он будет какие-то конструкции другие делать, смотри, очень сложно, не хочется лить воду, да, говорить обобщенно, потому что у всех очень все индивидуально, вот что делал ты в детстве? Ну, ну, для конструктора любил, да, всякие там, у тебя, по сути, бизнес связан с машинами, ну да, он что-то делает, да, ты как-то вот, ну, в какой-то части ты совпал, а что-то еще ты наверняка улюбил делать? Ну, ладно, меня касается, я вспомню, обязательно покопаюсь там. Наверное, что еще будет? Природа, земля, наши растения? Наверное, уже надоели, наверное, уже, может, это. Вернемся ли мы после всех вот этих перепелий, которые там нас окружают, прежние жизни? Твой прогноз? Не вернемся. Куда мы вернемся? В какой мир? Расскажи. Мы вернемся совершенно в новое измерение, которое мы еще не знаем, мы не знаем, что будет, мы не знаем, что, мы не знали тогда, что мы будем с компьютерами, мы не знали тогда, что у нас будут сотовые телефоны, для нас это было очень в диковину, и когда появлялись первые пейджеры, да, для нас это было сверхсознание, и я думаю, сейчас мы на пороге больших глобальных изменений информационных и политических, и социальных, и всяких разных, и я думаю, что прежнего мира не будет, будет новое, интересное, и нам нужно быть готовыми внутри себя к этим изменениям. Не сопротивляйтесь и не создавайте внутри себя протест, потому что когда мы сопротивляемся изменениям, когда я не хочу и отрицаю, что происходит вокруг меня, тогда я не могу быть в этом новом измерении, в этом новом состоянии. Я тебя правильно понял, что мы живем страхами вчерашними или завтрашними, что у нас там будет все плохо, а мы не живем здесь и сейчас просто. Это вот все же и буддийские лидеры, и идуистские, и православные, они же говорят, живи здесь и сейчас. Вот это самое ценное состояние, которое всех призывает, но многих не доходит. Мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, какое будущее нас ждет. И действительно все описания говорят о том, что живи здесь и сейчас, наслаждайся теми моментами, которые сейчас есть здесь, и будь готовым к тем переменам, которые судьба тебе просто преподнесет. Будь гибким, будь в согласии с этим, смотри на это с какой-то такой большой другой стороны. Давай все собранную информацию. Мировое правительство существует и отменит ли границы, и будет единая страна? Вот это будет? Ну, ближайшие, допустим, 20 лет. Да. Будет единая страна без границ, без ничего? Ну, если мы уйдем туда к 20-летию, это да. То есть будет единое правительство? Не сейчас, а через 20-30 лет, я думаю, да. 20-30 лет? Да. Отлично. Интересно. 5G, технология 5G, когда она уже стоят в вышке по всему миру. Да? И в Китае, и в Италии это уже существует? Это опасно? Нет. Нет? Опасно для чего? Что ты вкладываешь слово опасность? Ну, что излучение идет импульсное, которых еще не было у нас. Мы сейчас на 4G находимся. И что это как-то на сознание влияет? Я не знаю, скажу честно. Все. Ну, это, наверное, честно. Потому что мы не знаем. Вакцинация будет всеобщая по миру? Да. И ты допускаешь наличие чипов в человеческом организме? То есть био... Я не соглашаюсь с этим, но я допускаю, что мы к этому идем. Но это произойдет? Я думаю, да. Что каждый человек... Ты готова к этому? Нет. Ты хочешь, чтобы я раскрывала эту тему? Нет, не хочу. Это как бы такой блиц, что ли там. Ну, вопрос. Нет, я к этому не готова. Я собираю. Я не консеролог никакой. Я просто наблюдаю там. Наверное, мне, знаешь, как спустя много разных знаний, я в согласии со всем тем, что приходит. То есть это должно быть. Я соглашаюсь со всем тем, что нам преподносит судьба. Мы в этой реальности, мы родились в этом измерении. И, наверное, значит, мы должны быть адаптивны к этим всем изменениям, которые есть. Наверное, так. Здорово. Я понял. А ты согласен? Вот тут именно, что я не согласен, не хочу некоторых вещей. Да. Я говорю, ну, как бы, человек будущего, который сидит дома, не ходит на работу, через экран. Человек будущего. Экран, который... Я просто расскажу, что пять лет назад я ржал, приходил к компьютеру, а он сидит дома, не выходит даже. Он еду, заказывает по телефону. Я ржу вообще. Ну, как бы. Как ты не на улице выйдет в магазин? С маленькой стеклянной окошко. А зачем? Он хорошо зарабатывает все, там, он нам это... Ну, не выходит на улицу, ему не надо этого ничего. У него ручки вот такие тоненькие, голова вот такая и попа вот такая. И вот сидит такой. Я говорю, вот человек будущего. И сам это смешно, когда это все началось, нас призывать быть такими же всем. Это печально, конечно же, печально быть в одиночестве, быть в каких-то таких рамках, это тяжело. Мы люди контактные, мы получаем информацию через общение, да, мы налаживаем контакт через общение, и смотреть в глаза очень важно. Конечно, это энергообмен же между нами идет. Безусловно, и грустно от того, что мы превращаемся, или нас хотят сделать определенными, да, существами, которые удобны для своих важных дел. Система образования будет онлайн через два года? Я думаю, что мы к этому идем. И возможно... Вопрос конкретный. Я не знаю, понимаешь? Я не пророк, чтобы сидеть здесь. Я просто спрашиваю, вы потом посмотрите к нам через два года. Я думаю, мы к этому идем, и возможно, это даст хорошую вероятность обучаться за границей, получать обучение связанное... С границей же не будет. Нет, например, нам для того, чтобы учиться, мы едем в Германию, мы едем в Америку получать образование, оно ценится. И мне кажется, сейчас это даст возможность обучаться у хороших специалистов. И это очень большой плюс. У меня вот ребенок сейчас в Германии учится, на втором курсе просто. В этом тоже есть плюс. Сейчас живет дома. Представляете, немцы, даже они, в отличие от наших университетов, они не смогли адаптироваться к онлайн-образованию. То есть они только два дня назад, наши уже месяц назад, уже сразу же включили онлайн-образование. А немцы до такой степени есть система бюрократическая, что они только в последний момент сейчас стали обучать. А зачем тебе в Германии учиться, если ты дома сидишь? Ты можешь дома, да. У меня есть клиенты из Сингапура, и они обучаются, находясь в Сингапуре, обучаются и получают образование в США. Вот это удобно. И они получают диплом по электронным всем этим почтам. И ты специалист высокого класса, находясь вообще в другой стране. Это круто. Конечно, очень много плюсов и минусов, как в любой медали. Мне кажется, мы живые существа, и в любом случае мы будем социальны, мы будем активны, мы будем встречаться, мы будем как-то контактировать. Я думаю, нас невозможно усадить надолго, и мы уже это наблюдаем. Люди гуляют, люди отдыхают, люди идут в свою природу, и это радует. Ну да. Ну, Лен, очень интересно было с тобой пообщаться. Да. Спасибо, Саш, за твое собеседование. Было, правда, интересно. Как ты был в этой Антарктиде? Да ладно, человек. Как ты к этому всему пришел? Мне, наверное, боги-то привели. Да. Поэтому я просто благодарю судьбу за это. Ты хороший собеседник, тебе успехов, счастья на твоем поприще, потому что у тебя великое, наверное, будущее, потому что ты умеешь трансформировать пространство и получать знания напрямую. А я желаю тебе найти именно то дело, в котором ты сможешь реализовываться и кайфовать от того, что ты делаешь. Я тебе желаю. Благодарю тебя. Мы все. До свидания. Спасибо, что были с нами. Чау-чау. Если бы нас досмотрели. Да, у меня уже нога затекла, все затекло.